Нега не изменила подход к формированию городской событийной афиши. Проект 2021 «Впереди только лучшее» объединит учреждения спорта, туризма, патриотические центры и клубы семейного дня. Что предлагают горожанам-активисты, знает Татьяна Герт. Славу дедов нам теперь нести на плечах. Ограничения за пандемию не позволили юнормейцам подготовиться и провести смотр-конкурс на лучших знаменосцев и участников марша. Авторы патриотического проекта надеются, что в 76-ю дату Великой Победы жители города станут зрителями торжественного военного парада. Предполагается три мероприятия очень знаковых. Первый из них – это смотр-конкурс взводов почетных караулов юнормейских отрядов. Юнормейцы нашего города будут соревноваться в таких дисциплинах, как вынос знамени, это ассистент, знаменщик, ритуал возложения венков, корзины, гирлянды, то есть выполнение данного ритуала, как это правильно в соответствии с суставом воинским это делается. Городской дом молодежи в 2021 году ставку делает на развлечение и обучение горожан. Проведут лигу блогеров, фестиваль КВН Кубок Югры. Финансовая поддержка уже получена – 800 тысяч рублей из коммерческого фонда грантов. Выиграли грант для города, чтобы город порадовался, город пришел, посмотрел тех людей, которые на экранах видят вживую, и они приехали сюда. Это не те команды, которые сейчас выступают, которые раньше выступали. Идем без диалоги, разговоры с ними. Точная дата есть – 5 сентября. Все пройдет, если снимут ограничения. Смысловым наполнением городской афиши «Нягонь» занимается ежегодно, каждый раз пробуя новые форматы. На этой презентации проекты разных ведомств и структур пересекаются и дополняют друг друга. Можно совместно объединять совершенно разные мероприятия – спортивные, культурные, направленные на патриотическое воспитание. И это получается гармонично и интересно. Они дополняют друг друга, они помогают друг другу, несмотря на то, что они, по сути, являются работниками разных учреждений. Они – команда, и это главное. Команда единомышленников свою работу продемонстрирует уже в феврале на стартах «Лыжней России». Соблюсти интересы любителей спорта, культуры и развлечений в течение года нужно будет как минимум в 8 проектах, которые вошли в список приоритетных на 2021 год. А там и сделать выводы – выиграл ли город от таких коллабораций ведомство идей. Татьяна Герт, Максим Куксаус, Вести, Югория, Нягань.